добрый вечер алматы скажите хорошо ли меня слышно и мы хотим сегодня обсудить как именно будет проходить потому что это станет центральной опорой и мы будем смотреть по примеру Алматы и мы будем говорить и о других регионах и вот Мухтар Аблязов, здравствуйте, уважаемые друзья вот мы решили очень подробно поговорить по Алматы это у нас будет как сигнальный, скажем, пример и на основе того, что мы детально обсудим, как мы будем действовать на митинги 9-10 июня в Алматы мы таким же образом по этому принципу разовьем построение наших действий в других городах страны Жанна, пожалуйста Хотелось бы понять, как там со звуком дела я забыла присоединить наушник еще к телефону, чтобы не помило смотрите, какая ситуация мы хотим построить диалог таким образом, чтобы структурировать как можно больше все события и таким образом я хочу задать вопросы Мухтару Аблязову по всем этим событиям исходя из того, что нас больше всего волнует исходя из того, какие вопросы больше всего задают в ячейках и что у нас чаще всего спрашивают и озвучивают и таким образом мы будем действовать я буду задавать пакет вопросов, Мухтар будет отвечать и если что-то нужно будет включиться, мне разъяснить, там вдруг что-то будет еще необходимо тогда я уже чуть-чуть отключусь и ответу но мы пойдем с самого начала, с того момента, как мы организовываемся с этими требованиями и до самого, скажем так, завершения как мы видим от начала до конца сценарий этого процесса и вот если говорить о самом начале, давайте сначала проговорим требования с какими требованиями мы выходим да, давайте мы сначала определим нашу цель и задачи, которые мы ставим перед собой ну, давайте мы будем говорить откровенно дело в том, что мы, конечно, могли проводить эту работу отдельно с каждой ячейкой в отдельности для тех, кто не знает, что такое ячейка ячейка именно представителей ДВК я скажу, что ячейки, как правило, состоят из 3-5 человек они формируются из числа только близких и доверенных людей по причине того, что представитель комитета национальной безопасности считая, что ДВК, экстремистская организация препятствует нашей деятельности нормальной политической деятельности которая предусмотрена Конституцией нашей страны как вы знаете, наши программы, они все мирные есть программы политических реформ, экономических реформ все это носит публичный характер и поэтому, конечно же, никто из вас никогда в глаза не видел решения так называемой исильских суда никто не видел, почему все-таки ДВК является экстремистской организацией более того, противовес власти мы публично озвучили резолюцию Европейского парламента от 14 марта где проходили слушания по правам человека в Казахстане и депутаты Европейского парламента озвучивая резолюцию сказали следующие слова что демократический выбор Казахстана это политическое, оппозиционное движение мирное поэтому, в связи с тем, что наши власти действуют нарушая законы Конституции мешая действовать противодействуют именно мирному осуществлению наших прав именно развитию политической организации демократического выбора Казахстана мы вынуждены переходить на такую форму работы которая минимизирует разные проблемы для участников демократического выбора Казахстана в этой связи мы создали так называемые ячейки в каждом городе мы создали ячейки и эти ячейки контактируют только со штабом демократического выбора Казахстана они не контактируют между собой во избежание провокации со стороны органов Комитета национальной безопасности потому что они каждый день сидят в нашем чате активисты ДВК слушают, прикидываются овечками что якобы они тоже сторонники ДВК и потом пытаются найти наших сторонников и создают разные проблемы оказывают давление на работе кого-то пытаются уволить ну вот таких примеров много поэтому мы создали сеть таких ячеек по стране это первая часть второе, мы конечно же ориентируясь на проведение таких митингов и различных акций мы ориентируемся в первую очередь на наших активистов создателей и организаторов этих ячеек 1 мая в Астане и в Алма-Ате достаточно много было людей не 100, не 200, не десятка, а именно тысячи были несколько тысяч было в Алма-Ате в Астане то же самое вы эти видео можете свободно зайти в YouTube или в Facebook, Instagram и там огромное количество разных видео которые подтверждают что на эти митинги вышли тысячи людей теперь, соответственно казалось бы, мы могли бы работать именно с этими ячейками и расширить количество протестующих на 9-10 июня но мы решили действовать открыто решили действовать открыто потому что, собственно, власть все равно через своих агентов действует внутри в рядах наших ячеек, во-первых во-вторых, власть перекрывает как правило, интернет выключает интернет и мешает координировать нашу деятельность поэтому мы хотим чтобы все наши действия были открыты, публичны для всех, в том числе для международных наблюдателей которые будут 9-10 июня на досрочных выборах президента Казахстана там же будут международные представители международных средств масс информации то есть количество иностранных наблюдателей средств масс информации будет очень значительное и в этой связи мы считаем что наши действия должны быть открытыми и прозрачными потому что мы действуем как легитимные организации наши требования вполне соответствуют духу и статьям Конституции соответствуют законам республики Казахстан даже Назарбаевским и поэтому мы сейчас решили обсуждать все наши действия открыто и публично вот собственно почему мы сегодня решили сделать вот такой репортаж открыто обсудить как мы будем действовать и организовывать митинг в Алматы теперь по политическим требованиям эти выборы которые объявил Назарбаев как досрочные они все были досрочные в истории страны мы считаем нелегитимными в связи с тем что поправки внесены в законодательство страны которые говорят о том что на этих выборах кандидатами в президенты могут быть только те граждане которые проработали не менее пяти лет на государственной службе и их на эту позицию могут выдвигать только политические партии и общественные республиканские организации во-первых это в принципе противоречит конституции страны Назарбаевские даже конституции потому что все граждане равны перед законом по конституции страны а тут получается что право выдвигаться в президенты имеет только тот человек который проработал не менее пяти лет на государственной службе получается профессиональной дискриминацией почему человек проработавший пять лет на государственной службе имеет больше прав чем тот кто не работал на государственной службе уже нарушение конституции нарушение международных договоров которые подписал Казахстан мы эти все нарушения публиковали на следующей неделе эти все нарушения будут переданы международным наблюдателям ОБСЕ Европарламенту мы пофамильно знаем и будем знать представителей международного сообщества которые будут наблюдать за этим выбором поэтому мы широко осветим информацию о том что эти выборы нелегитимны нарушаются международные договора а также конституция страны но и потом вы знаете что все политические партии внутри нашей страны они находятся под властью невозможно зарегистрировать никакую оппозиционную партию если нет на это воли собственно самого Назарбаева а это опять противоречит нормам конституции когда у каждого гражданина есть право заниматься политической деятельностью состоять политических партиях выражать свободно свое мнение таким образом эти выборы нелегитимы раз выборы нелегитимны но тем не менее власть нарушение конституции и различные законы страны планирует провести досрочные нелегитимные выборы мы в основе своего протеста заявляем нет нелегитимным выбором и мы будем требовать проведения честных и свободных выборов когда все эти ограничения должны быть убраны все абсолютно включая то что якобы кто-то если не проживает 15 лет в Казахстане он не имеет права участвовать на выборах в мире таких поправок нет и это опять является нарушением международных обязательств именно самого Казахстана потому что Казахстан подписал международные договора то же самое Касамжумар Такаев не имеет права выдвигаться на позицию президента потому что он не жил 15 лет непрерывно в Казахстане около 3 лет проработал в ООН а это международная организация это не посольство Республик Казахстан и карманный Конституционный Совет изображая что он думает выдал что якобы Такаев имеет право поэтому эти выборы уже заведомо нелегитимны на пути к самим выборам уже создана масса нарушений которые центральная избирательная комиссия должна квалифицировать как нарушение действующего законодательства эти кандидаты должны быть сняты с выборов ЦИК не работает почему ЦИК не работает потому что председатель ЦИК является сватом Дориги Назарбаевой или как у нас по-казахски если говорить куда Дориги Назарбаевой и все члены ЦИК назначены лично Нурсултаном Назарбаевым и мы все прекрасно знаем что итоги выборов будут сфальсифицированы при любых обстоятельствах как это делалось 30 лет подряд поэтому мы не ищем никаких аргументов не идем не бросаем эти иллюзорные бюллетени в урну и потом фотографируем и кричим вот Назарбаев нас обманул они фальшивые нет мы сразу говорим эти выборы нелегитимны мы не идем на избирательные участки мы сразу говорим нет нелегитимным выборам и это основная тема протеста которую мы выдвигаем именно 9-10 июня и требуем исполнения требований со стороны народа вот это основное просто просто хочу буквально подытожить итог мы требуем отмены нелегитимных выборов и восстановления избирательных правах равных избирательных прав для всех наших Казахстан и давайте с самого начала пойдем где во сколько мы собираемся в городе Алматы анализировали именно город Алматы получили много предложений в чате активист присутствует у нас больше 30 тысяч человек и постоянно в ежедневном режиме у нас идет обмен информацией так вот предложение звучит так организовать общенародный освободительный протест 9 10 июня на старой площади это Тулиби и угол Аблайхана или угол Панфилова на известной старой площади это место очень хорошо известно алматинцам недавно мэрия Алматы проводила стартовал оттуда акции так называемый бессмертный полк когда когда да мы собираем я просто пятачок говорю где эта площадь старая старая площадь именно между Аблайхана и Панфилова находится но это старая площадь мы начинаем собираться на углу Аблайхана Тулиби вот мы там начинаем собираться и давайте мы будем откровенно говорить все сценарии которые будут развиваться в том месте да Жанна вы хотели сказать по месту я по месту сказал да мы по месту определились мы собираемся в 12 часов дня на углу Аблайхана и Тулиби давайте начнем рассматривать с каких сценариев ну хорошо нам не препятствовала власть нам беспрепятствовала дали возможность собраться и пойти на площадь наши действия давайте мы рассмотрим поэтапно как модель те или иные сценарии и затем это нам позволит всем кто просмотрел это видео осмысленно действовать осмысленно действовать потому что наша задача в итоге построить демократическое государство когда именно народ управляет властью чтобы через прямые открытые выборы народ обозначал своих представителей в парламенте всегда выражал свое волеизвеление через референдумы через митинги потому что это нормальное государство именно демократически построен таким образом то есть это активное гражданское общество в этой связи мы хотим сегодня именно на примере Алматы обсудить с вами все возможные варианты открыто нас слышит полицейский нас слушает наш усатый представитель комитета национальной безопасности Карим Масимов и очень много людей они будут составлять план противодействия нашим действиям нашим поэтому давайте мы как модель рассмотрим сначала первый вариант 9 число это день выборов и ничего какого-то критичного момента нет власть заявляет что Казахстан демократическое государство окей Казахстан подписал международные договора которые должны обеспечить нашим гражданам выражать свою позицию на митингах на собраниях это делается уведомительном характере вот считайте уважаемые представители власти что мы вас сегодня уведомили не просто о том что мы 9-го 10-го проводим акции протеста мы вас уведомили что 9-го числа в 12 часов дня начинается протест на старой площади Толиби Аблайхана в этот день будут международные наблюдатели в этот день на избирательных участках которые находятся вокруг этой площади в школах различных а их там несколько школ там люди приходят и участвуют в голосовании поэтому мы рассматриваем первый вариант когда власть нам не мешает проводить этот митинг на этой площади итак мы анализируем ситуацию и видим что протестный потенциал огромный и ориентируемся что большое количество людей ну давайте мы оценим его предположить например 5-10 тысяч человек собирается на этой площади и мы на этой площади начинаем выдвигать свои требования озвучивать свои лозунги Такаев не наш президент нет нелегитимным выбором мы требуем отменить эти выборы и на этой площади уважаемые друзья я обращаюсь к вам чтобы вы пришли с различными усилителями звука микрофонами прошлые митинги в Алмате так и прошли люди приходили с микрофонами поэтому эта площадь даст возможность вам выразить свою позицию по отношению к власти мы можем открыто критиковать и выдвигать свои требования вот это первый вариант окей у нас второй вариант мы пришли по заданному адресу Абрайхана Кулеби и этот промежуток закрыт полицейским полицейским не дает заблокированы решетками заблокированы заборчиками полицейским стоят заградотряды и нам не дают пройти на площадь как должны действовать протестующие которые собираются в этот момент к этому месту я еще когда озвучивал версию что власть не будет препятствовать организации митинга на старой площади не озвучил второй сценарий то есть не второй сценарий а дальнейшее развитие событий если нас будет не 5-10 тысяч человек а например 50 тысяч так вот я сейчас буду ссылаться на международный опыт дело в том что в Казахстане проводились митинги не более чем 8 тысяч это проводил ДВК в январе 2002 года больше таких примеров не было это только в одном городе и поэтому нам приходится изучать опыт соседних стран и собственно всего мира и я вам скажу следующее есть международная статистика когда от 3 до 5 процентов населения в тех или иных городах собирается от численности города например то как правило как правило если это протестующая масса объединена единой целью они вышли с едиными политическими требованиями в этот момент власть отстраняется она уходит в отставку это было в Армении это было в Грузии это было в 2004 году в Украине когда около 2 миллионов человек вышли на центральной площади страны и сотни тысяч и десятки тысяч вышли в региональных областных центрах так вот в Алматы живет около 2 миллионов ну реально больше 2 миллионов человек вот 2-3 процента ну 2,5-3 процента если собирается на этой площади 50 тысяч человек международная практика показывает что в этот день происходит мирная смена власти полиция переходит на сторону народа это практика международная и если в Алматы например в Алматы живет около 2 миллионов в Астане Назарбаев хвастается что порядка миллиона значит 30-50 тысяч человек 3,5 процентов если собирается в одном месте то власть безусловно будет сменена мирным путем то есть мы обсуждаем полный сценарий власть нам не мешает на площади собирается 50 тысяч человек считайте что вы добились главной цели которую многие ждали 30 лет пока Назарбаев находился у власти итак первый сценарий 5-10 тысяч человек собирается мы озвучиваем свои требования проводим митинги если в этом месте собирается 50 тысяч человек считайте что власти нынешней не будет в тот же день или на следующий день и тогда как правило происходит самоорганизация общества формируются различные комитеты формируется временное правительство пользуясь случаем я хочу заявить что как только собирается такая масса около 50 тысяч в Алматы то я немедленно окажусь в Алматы сейчас у меня такой возможности нет потому что если митингующих будет мало то любой мой приезд пересечение таможни а я живу во Франции мне нужно прилететь я появляюсь через аэропорты и безусловно я буду задержан со всеми вытекающими последствиями чтобы вы понимали у меня там пожизненное заочное решение суда Назарбаевской есть и 20 лет и там масса всего поэтому вот первый сценарий такой теперь я так понимаю нам нужно обсудить Жанна второй сценарий второй сценарий как будет выглядеть второй сценарий это когда нам препятствуют то есть надо как раз таки понять что должны люди делать если данное место в котором мы людей собираем заблокировано и мы можем туда дойти и я бы еще хотела тут уточнение дать одно да Алматы это более чем 2 миллиона человек но надо помнить что еще 2 миллиона человек живут вокруг Алматы Алматы тоже огромный потенциал потому что собственно живут Алматы расположена очень кучно и там как бы собраться представителям тоже будет очень просто доехать до того места куда мы созиваем людей и важно понять что нужно делать если подступы Аблайхана да мы сейчас давайте рассмотрим случай если власть будет препятствовать а зная нашу власть мы все конечно без иллюзий понимаем что препятствовать власть будет на самом деле это это и им вред же им живо вред сейчас я объясню следующее я хочу закончить мысль что когда собирается вот в Алматы 3% это 60 тысяч из регионов приедет какое-то количество когда такое количество людей собирается то как я сказал власть в этом городе перейдет именно в руки народа что дальше происходит глобально по всей стране как только это происходит в Алматы например или в Астане даже в любом другом городе крупном областном центре вы все должны понимать опять же мировая практика этот режим падает как карточный домик потому что народ 30 лет находящийся под пятой власти на султана Назарбаева ищет возможность реализовать свои права ищет возможность отправить в отставку этот режим поэтому как только власть падет в одном городе стремительно начнутся меняться события в каждом областном центре и власть начнет падать в течение недели фактически везде во всех городах сразу переходит власть представителям народа поэтому мы рассматриваем и этот вариант и этот вариант главный которому стремятся многие но все это будет зависеть от активности людей от инициативности от готовности так действовать не ожидать что кто-то за нас изменит нашу страну именно мы сами так вот теперь мы давайте поняв какая конечная цель как она реализуется это мировая практика поверьте мне я здесь говорю то что вы можете легко найти в интернете зайдите почитайте Армению там очень много видео посмотрите Грузию посмотрите другие страны посмотрите Алжир как за две недели народ отправил в отставку президента Алжира Бутафлика когда на улицу страны вышло около двух процентов населения это около миллиона и власть была сменена так вот теперь давайте рассматриваем реальные события реальные события заключаются в том что силы полиции они перекроют эту площадь закроет его со стороны Аблайхана закроет его заградительными разными там решетками вдоль этого сквера и скажем так закроет возможность участвовать митингующим на этом протесте давайте вот этот вариант рассмотрим тогда что что мы делаем опять же пример многие стран показывают что во-первых мы организовываем мирный протест мы все время говорим что смена режима будет происходить мирным путем наши требования мы консолидируем таким образом что это не будет являться агрессией мы будем брать всегда численностью протестующих итак если эти улицы площади перекрыты рядом находится детский мир есть площадки где можно концентрироваться можно собираться около детского мира или напротив детского мира там есть места где люди могут там собираться есть еще около площадка перед домом союза писателей там тоже то есть когда произойдет такая концентрация людей она произойдет очень важно никому не опаздывать именно чтобы полиция не растаскивала наших граждан мелкими группами очень важно чтобы в 12 часов дня все основные силы уже собрались на Аблайхана Тулеби на углу тогда полиция не будет в состоянии скажем мелкими группами растащить людей развести полицейских на полиции полицейские участки три часа подержать и отпустить таким образом сбить волну протеста очень важно появиться в 12 часов дня и так собралась это мы обсуждаем второй рабочий сценарий собралась большая масса около детского мира около дома союза писателей на тротуарах около Аблайхана Тулеби начинается следующее действие во-первых известный лозунг требований обращения в конце концов к полиции полиция с народом мы накануне митингов снова повторим наше обращение к полиции мы озвучим те экономические программы социальные программы которые предназначены для работников полиции армии и они как минимум в три раза по своим по своему наполнению больше даже тех объявленных параметров которые якобы Назарбаев собирается полицейским силам в частности патрульным поднять зарплату и так далее это все иллюзии вы все прекрасно знаете уважаемый полицейский что вас не первый раз обманывают аттестации еще прочее и так же обманывали учителей не будет вам никаких обещанных цифр вы все прекрасно знаете поэтому мы будем обращаться и к полицейским и здесь важно не проявлять агрессию важно дарить полицейским цветы с ними разговаривать ходить с ними дружелюбный контакт и когда набирается большая масса людей опять же международная практика показывает что внутри полиции происходит брожение брожение уже есть сейчас мы знаем что основная часть полицейских живут трудной жизнью они представители народа они также живут получая ипотеку по высоким процентным ставкам они живут в обшитях у них маленькая зарплата их руководство принуждает участвовать в коррупционных схемах там огромное недовольство и брожение внутри полиции существует и мы видели в Армении как только эта колонна полицейских какая-то часть начинает переходить на сторону народа эта стена просто рушится и наша задача перетянуть полицию на сторону народа поэтому важны именно дружелюбные действия контакт с полицейскими и пока мы будем договариваться и обсуждать с полицейскими чтобы они пропустили народ на эту площадь численность протестующих будет нарастать нарастать и опять же практика показывает когда такая масса собирается фактически мы получаем коридоры для прохода на проведение к месту проведения митинга раз еще второе здесь я хотел бы обратиться к автомобилистам автомобилисты это огромная сила вот взять улицу Аблайхана взять улицы Вебич-Лык или раньше мира называлось одностороннее движение если автомобилист начинает просто замедлять скорость автоматически эти улицы блокируются там формируются гигантские пробки они становятся эти улицы фактически проходными для пешеходов и непроходными для полицейских машин даже если они их заранее туда разместили они оттуда никуда не могут выехать даже если они кого-то задержат как практика показала в Астане вот эта масса огромная она фактически вынудит полицию отпустить тех кого они умудрились задержать и посадить в автобусы поэтому здесь несколько этапов первый собираемся около детского мира и около дома союза писателей на углу Аблайхана Тулиби раз второе мы начинаем активные переговоры дружественные с работниками полиции никакой агрессии никаких провокаций только дружественные действия улыбки цветы баурсаки в конце концов и в итоге при поддержке наших автомобилистов мы получим огромное пространство для сбора тысяч митингующих это второй сценарий Жанна пожалуйста давайте тогда рассмотрим еще более пессимистичный сценарий если полицейские заблокируют подходы к Аблайхана и подходы к проспекту Мирас Желтоксан который сегодня навигается и будем рассматривать еще такой вариант что останется только узкие улицы проходы к нашей площади как в этом случае должны действовать митингующие и как в таком случае мы можем организовать все я здесь хотел бы отметить следующую деталь если полиция заблокирует Аблайхана если они заблокируют следующие улицы Бейвич Лыг и Бальтурсенова и все прочее вы понимаете что в двухмиллионном городе будет фактически коллапс ну то есть гигантские пробки город разделен на две части тогда наши автомобилисты которые следовали сверху вниз или наоборот снизу вверх они вынуждены будут стоять в пробке то есть фактически это нам дает приток возмущенных и митингующих дает нам приток новых сил и там на этом пятачке там где если власть пойдет на такие необдуманные панические действия все это приведет к тому что город встанет и к этому месту подтянутся еще тысячи протестующих то есть этими действиями блокадой улиц Аблайхана Бейвишилы или следующих улиц власть только усугубит ситуацию для себя то есть тысячи людей сразу начнут перемещаться по пешеходным дорожкам к этому месту мы здесь в качестве своего своей позиции говорим о следующем дело в том что улица Бейвишилы довольно узкое одностороннее движение и опять же практика показывает в том числе работа наших полицейских что на этих узких улицах они начинают блокировать допустим условно собралась многотысячная толпа и решила идти к кемату города Алматы но здесь полиция начинает блокировать на узких улицах бейвишилы узкая пешеходная улица и им легко блокировать оттягивать людей в маленькие дворы каким-то образом отсекать разрезать вот эту массу им будет легче действовать поэтому мы предлагаем никуда не уходить более того если полиция все заблокирует это ну представьте себе что значит все заблокировать Балматы вот именно таких активных полицейских не так много хотя общая численность около 5000 человек но это полиция которая работает с детскими домами или с детьми которые несовершеннолетние совершают мелкие правонарушения и все прочее реально активных полицейских там не наберется больше двух тысяч не наберется ну что такое две тысячи полицейских и тысячи и тысячи алматинцев которые перемещаются двигаются к месту протеста то есть полицейские просто не устоят против этой массы тем более когда наши граждане проведут с полицейскими работу будут их убеждать а многие из них ждут не дождутся когда падет этот режим ситуация наступит такая что часть полицейских просто отойдут в сторону как минимум а кто-то может и перейдет на сторону народа понимаете это все зависит от количества протестующих и как только власть начнет блокировать эти улицы эти улицы это кровеносные сосуды города это центральные улицы города если их перекрыть то все это гигантская масса с нижней части города с верхней части все останавливается и тысячи десятки тысяч людей должны стянуться к месту проведения митинга мы не предлагаем вам подниматься куда-то вверх во всяком случае до тех пор пока не будет численность превышать 10 тысяч человек ну собственно на на вскидку это возможно определить если наши столичные жители бывшие столичные жители заполняет собой буквально все пространство вот на этих улицах то считайте что для вас уже сигнал двигаться в сторону Акимата вот собственно такое предложение и прежде чем мы обсудим движение в сторону Акимата и дальнейшей стали такой вопрос что будем делать если власть сознатирует по интернет и мобильной связи как будем в контакте есть ли смысл в восстановлении вообще как действовать давайте мы обсудим самые плохие действия на которые способна власть наша власть тупая мы все это знаем именно поэтому мы хотим чтобы эта тупая власть ушла они совершают безумные поступки переименовывают столицу в один не то что в один день в несколько часов от начала до конца и у них все это заготовлено они наплевали на волю народа они лгут все время принимают какие-то законы которые про народу поэтому очевидно что нужно ориентироваться что власть тупая если бы она была умная то мы бы скажем не хотели бы чтобы она ушла поэтому мы исходим из того что тупая власть так вот эта тупая власть умудрилась 9 мая отключить повсеместно интернет по всей стране и отключила мобильную связь мобильную интернет был насколько я знаю только в стационарных помещениях кто имеет там оптиковолоконную связь но давайте будем ориентироваться что у нас тупая власть она напуганная это ключевой день для того чтобы сфабриковать итоги выборов ключевой день для семьи Нурсултана Назарбаева потому что он хочет выглядеть красиво в глазах международного сообщества на мнение народа он наплевал во всяком случае до последнего момента и эти выборы он хочет провести так чтобы их представить легитимными и вот представьте себе какой подарок его ожидает выключил интернет прошлый раз когда 9 мая был выключен интернет я давал интервью нью-йоркском подразделении ртв телевидения и у меня журналист говорит спрашивает как это возможно вот мы находимся в Нью-Йорке и когда мы слышим от вас получаем информацию из других источников о том что интернет был совсем отключен мы считаем это какое-то безумие даже в африканских странах это является нонсенсом но Казахстан да и глазах не был такой страной так вот они изумляются и я хочу вам сказать что уровень отключения интернета у нас был покруче чем в Венесуэле а в Венесуэле там совсем плохо вот так вот к чему это приведет вот смотрите будет большое количество международных наблюдателей по-моему около полутора тысяч будут журналисты и у нас выключает интернет какой день в день выборов день проведения досрочных выборов президента какая будет реакция международная международная однозначно что Казахстан проводит нелегитимные выборы что протестующие выходят и требуют проведения честных справедливых выборов что протестующие требуют обратить внимание это в глазах международного сообщества и даже наших законов эти действия законные и легитимные протестующие требуют честных справедливых выборов протестующие требуют нести необходимые поправки законодательства которые бы соответствовали нормам нашей конституции и требованиям соглашениям международным который подписал Казахстан все ничего экстремистского нет и в этот момент выключается интернет перекрывается места для проведения этого протеста и полиция действует безобразно то есть панические действия власти однозначно эти выборы будут восприняты как нелегитимные то есть наша задача доказать показать что это нелегитимные выборы во-первых во-вторых добиться их отмены так вот власть отключив интернет просто помогает нам четче выразить наши требования показать реальную нелегитимность этих выборов и далее как вы знаете отключение интернета наносит огромный ущерб бизнесу магазины не могут провести расчеты карточками те кто находятся за рубежом имеющие казахские карточки карточки наших банков они теряют возможность рассчитываться кто-то застрял дороги кто-то застрял в метро кто-то не может оплатить свои счета в отеле это гигантский скандал это мощнейший международный резонанс и у меня позиция если они это сделают они просто сделают хуже себе окей мы считаем вот они такие сумасшедшие а это правда нынешняя власть она тупая сумасшедшая сделали но собственно сами выборы и действия власти произойдут 9-10 июня а сегодня Жанна какое число 25 мая поэтому у нас есть время две недели до для того чтобы мы четко проговорили все наши действия и нас это не должно пугать мы ориентируемся на акции протеста 9-го и 10-го 10-го будет объявлять итоги выборов нам нужно организовывать акции протеста непрерывно мы заранее готовимся что нужно иметь для того чтобы участвовать в таких акциях протеста нужно чтобы была возможность иметь собой небольшой запас пищи какие-то гигиенические средства ну то есть вы ориентируетесь что у нас будет длительный митинг первое второе в прилижайших районах живут люди в разных квартирах у них есть возможность помогать и с питанием и с водой любой другой формой помощи поэтому мы заранее готовимся и ничего критичного нет если власть не отключить интернет девятого десятого они сами по себе ударят а мы заранее обсудим все сценарии поэтому мы предлагаем вот открыто обсуждать все это открыто обсуждать продумывать ну и потом если какие-то моменты мы упустили это возможно я еще раз хочу сказать мы ориентируемся на активное общество именно активное общество завтра будет выбирать своих депутатов именно активное общество будет управлять этой властью именно активная опласть активный народ у меня спрашивает а где гарантия что у нас не будет завтра новая диктатура под другой фамилией мы объясняем очень просто мы строим парламентскую страну без должности президента все органы власти будут назначаться парламентом включая правительство и министров и самая главная гарантия не только политическая система которую мы хотим построить самая главная гарантия является сам народ его активность и нам важно чтобы на этом митинге вы действовали самостоятельно активно помогая друг другу и поэтому мы открыто озвучиваем все сценарии и по итогам неожиданной смены обстоятельств которые мы не проговорили не предусмотрели связь пропала вы можете принять самостоятельное решение объединившись разные группы сообщества это будет наиболее эффективным не ждать инструкции от кого-либо а именно сами объединиться ну я еще хочу вам сказать что в Алматы и других городах у нас есть ячейки и они тоже будут нами подготовлены к проведению этого митинга я хочу немного резюмировать то есть мы понимаем что если все будет отключено ничего страшного не происходит мы знаем конечную цель мы знаем куда двигаться мы знаем как действовать мы знаем что брать с собой для проведения этих метров знаем как обращаться с полицейскими и сейчас вот такой еще момент хорошо у нас накопилась так сказать критическая масса людей необходимая масса людей нас достаточно много мы сумели постигнуть цели и затем от площади мы стоим на площади достаточно долго что дальше сколько мы будем стоять на площади что дальше наша задача 9 числа и 10 наращивать численность протестующих первое требование требование проведения справедливых и честных выборов внесения поправок действующее законодательство которое позволяет каждому участвовать на выборах президента поэтому после внесения этих поправок необходимо провести честные выборы чтобы каждый желающий мог выдвигаться на этих выборах и без какого-либо ограничения 15 лет за рубежом там жил там или обязательно должен находиться внутри страны таких правил в мире не существует законодательство должно быть построено таким образом чтобы каждый гражданин казахстана мог участвовать в этих выборах я хочу сказать что это право должно быть и у меня и у меня которого преследует Назарбаев уже более 10 лет я хочу участвовать в этих выборах все эти ограничения должны быть сняты это главная наша цель проведения честных выборов если мы говорим о смене режима мирным путем я убежден и вы это прекрасно знаете если будут проведены такие честные выборы Назарбаев Такаев кто угодно они даже двух процентов не наберут на этих честных выборов но здесь наступает второй момент когда власть препятствует власть будет безусловно препятствовать вот у меня Жанна например сформулировал вопрос который звучит из социальных сетей что мы делаем что мы делаем 9 числа мы стоим мы проводим митинги прошлый митинг 1 мая длился около 5 часов в этот раз он более продолжительный 9-10 наша задача набрать как можно большое количество протестующих опять это приведет к тому что если на этой площади соберутся например 10 тысяч человек то это приведет к тому что сразу городу начнут подтягиваться именно к этому месту к месту протеста тысячи и тысячи сторонников новых когда многие я знаю что будут занимать выжидательную позицию а появились ли там люди а есть ли там действительно те самые тысячи как только эта информация доходит к этому месту начнут стягиваться сотни тысячи новых протестующих и будет как в Украине 2004 году в Киеве было сначала там несколько тысяч толпа нарастала нарастала к ночи там собралось на площади около двух миллионов человек поэтому наша задача набрать как можно больше протестующих и здесь выбор у режима султана Назарбаева первый действительно отменить выбор увидев эту огромную массу недовольства еще раз хочу повторить там будут международные наблюдатели там будут представители средств масс информации именно там будут представители западных посольств именно там все это будет показываться по всему миру и мы будем над этим работать наша задача вывести как можно больше людей и когда режим не примет быстрых решений а именно отменит эти выборы и будет настаивать и 10 числа они попытаются объявить победителем косможемарта Токаева безусловно вот эта масса критическая масса которую я говорил например в Алматы если собирается 50 тысяч человек это всего лишь 2,5 около 3 процентов от всего населения практика показывает что после этого протестующие начинают действовать они собой заполняют административные здания города то есть Акимат город Алматы я вам просто говорю это как законы физики они просто мягко вот эти огромные человеческие потоки просто проникнут и займут собой заполнят все коридоры местной власти это будет как в Астане так и в Алматы и когда вообще чтобы вы понимали когда на улице города соберется тысячи людей например в Алматы 50 тысяч или в Астане 30-50 тысяч человек я заверяю вас очень быстро Назарбаев улетит или к Путину или к китайцам улетят они все сразу да мы хотим чтобы они понесли ответственность да мы хотим чтобы их наказали и их имущество было конфисковано это следующий этап у них значительное имущество внутри страны как минимум миллиардов на 100 долларов другая часть имущества у них за рубежом поэтому мы арестуем все их имущество внутри страны затем займемся при поддержке международных юристов замораживанием их активов за рубежом и я вас заверяю что наверное в мире мало найдется таких специалистов я уже 10 лет борюсь прохожу серьезную борьбу международных инстанций в судах у меня очень сильная юридическая команда я прекрасно знаю где прячут свои денежные средства но султан Назарбаев и его окружение мы сумеем сумеем эти средства заморозить и затем вернуть стране поэтому наша задача 9-10 июня собрать как можно больше протестующих и если власть не пойдет и не выполнит требования народа следующий этап наступает смена режима для этого нужна большая численность такой вопрос ты упомянули о том что в какой-то момент возникает в какой-то момент пойдет в сторону альтимата наш народ достигнет определенной точки и в сторону альтимата давайте еще этот сценарий поговорим по образом он должен осуществляться и что должны делать как они должны продвигаться в сторону в какой улице ну и другие гитары которые должны быть озвучены в процессе вообще я озвучил свою позицию что нам важно именно сконцентрироваться в месте проведения митинга а именно Аблайхана Тулиби и мы сейчас я так понимаю обсуждаем момент когда протестующих становится не менее 50 тысяч человек и власть не слышит свой народ и здесь наступает ситуация когда этот народ свои требования реализовывает мирным путем практика показывает что в этом случае вот эта масса начинает подниматься в сторону административного помещения где находится местный орган власти в частности мэр Алматы это произойдет очень просто в сторону Акимата есть известные улицы это бывшая Фурмана не хочет мне его называть Назарбаева это и Панфилова это и Аблайхана это улица и Бейбель человек вот по несколько улиц просто колонны поднимутся вверх и просто при такой массе никто не сможет препятствовать вот никто когда 50 тысяч колоннами идут в сторону административного здания мэрии Алматы никаких сил не будет в состоянии препятствовать перемещению народа потому что как я говорил активных полицейских не может быть больше 2000 человек это 30-кратный перевес как минимум приведет к тому что полиция просто пропадет рассосется среди народа перейдет на сторону народа кто не готов просто убежит переоденеться гражданскую одежду это вот опять же международная практика поэтому мы сейчас в целом обсудили основные сценарии еще время у нас есть мы каждый день будем обсуждать все эти сценарии мы будем обсуждать в начале следующей недели судя по всему в понедельник будем обсуждать Астану и затем мы будем обсуждать еще ряд других областных центров вообще в областных центрах я так понимаю Жанна мы обозначаем это будут акиматы акиматы потому что именно там находится власть и там проще собирать людей но мы сейчас просто по шагу выдвигаем сегодня обсуждаем Алмату на следующей неделе Астану и несколько областных центров до конца следующей недели у вас будет ясная картина что мы делаем 9-10 июня практически не только в Алматы и в Астане в каждом областном центре А. Первый сценарий мы озвучиваем требования нет этим выбором нелегитимным и в случае если власть не исполняет требования народа идет вариант Б это фактически за счет большой массы заполнить собой именно массы народа административные здания городов и областных центров все понятно я так понимаю что мы на сегодня обсудили практически здесь все действия которые должны быть осуществлены 9 мая и у нас 9 июня 9 июня про сокращение и у нас знаете мы что еще не сказали здесь конечно же будет развитие вопросы хорошо мы эти помещения заняли как же все-таки будет формироваться органы управления временные органы управления власти хотя мы это в принципе озвучивали наверное есть смысл коротко сказать что в этом случае в каждом крупном городе сформируются временные органы управления в первую очередь в Астане будет организованное временное правительство и числа тех кто активно участвовал в смене режима из профессионалов я в том числе мы организуем временное правительство и все органы и правления по всей стране будет немедленно сформированы немедленно будет сформированы парламент будет распущен вся политическая верхушка будет отстранена от власти и новые люди будут исполнять обязанности руководитель государственных органов до проведения открытых выборов честных это будет гражданское правительство не какое-либо военное как в судане а именно гражданское правительство в течение полугода будут проведены досрочные выборы в парламент депутаты примут новые законы внесут поправки к конституции не будет должности президента и всем в стране будет управлять парламент депутаты представляющие своих избирателей вот собственно как будет выглядеть будущее нашей страны здесь вот как бы на этом этапе все понятно мы не проговорили важный момент это 9-10 число мы объявили митинги протесты и вот вот это пронеси так время наступил вечер как люди должны вести себя вечером что они делают ночью и как они возобновляют утром почему мы идем к этим атом то есть что какая цель преследуется есть у нас набирается критическая масса достаточно большая там что мы делаем проводим ночь 9-го числа вообще знаете как у власти на самом деле времени я считаю ограниченное количество и 9-го числа власть должна принять очень быстро решение мы 9-го числа собираемся мы разговариваем с полицией если они препятствуют проведению митинга в обозначенном нами месте затем собирается критическая масса и критическая масса безусловно добьется в мягком режиме без конфликта путем переговоров что место проведения митинга однозначно будет забронировано таким образом что там митинг в любом случае пройдет затем в течение буквально трех-четырех часов когда люди проживающие в городе поймут что там митингующих много однозначно к вам будет приток новых сил и это момент критический для власти власть должна для себя принять решение или они немедленно отменяют выборы или эта масса идет и просто двигается в сторону например акимата города Алматы и здесь однозначно наступит ситуация что на следующий день акимат просто люди заполнят собой коридоры кабинеты и так далее все прочее будут заполнены протестующими людьми мирными протестующими людьми и власть падет поэтому времени у режима султана Назарбаева будет не очень много единственный способ сбить этот протестный накал единственный способ другого варианта нет это отменить досрочные выборы это было в Алжире когда власть упиралась когда президент Бутафлик настаивал что он пойдет на досрочные выборы точнее на выборы пятый раз именно вот эта масса людей которые вышли на улице принудила его уйти в отставку отказаться от участия в выборах так вот у режима султана Назарбаева единственный выбор единственный выход увидев такую массу в Алматы даже в Астане чтобы сбить этот протестный накал Назарбаева придется объявить о том что выбор отменяется и они будут проведены позже взять на себя обязательства внести поправки с законодательства и только тогда действительно все это может быть передано в формате выборов когда выборы будут честные когда все желающие будут допущены к этим выборам тогда если выборы будут честные народ примет именно примет итоги выборов но сейчас выборы фальшивые и народ не примет поэтому 9 числа нужно наращивать численность 9 числа нужно показывать жителям города что вас там десятки тысячи и тогда это как снежный ком эта масса собирается следующий этап это заполнение этими людьми этой массой органов управления городом так нужно делать как в Астане так и в Алмате я хотел бы здесь еще откомментировать мы сейчас эту позицию озвучим заранее запись это выставляется мы будем собирать ваши критические замечания комментарии и всю следующую неделю будем их анализировать обсуждать возможно где-то вы усилите наши действия поэтому мы ждем от вас реакции да я думаю что сегодня те города которые слушали те регионы которые мы еще не начали озвучивать должны сходить с того сценария который озвучил форма ориентироваться и мы понимаем что поскольку требования мы идем выдвигать с тематами то в регионах мы соответственно тоже собираемся в региональных альтематах будет издание региональных альтематов но по остальне у нас будет отдельный сценарий и мы этот сценарий обсудим в понедельник ну и таким образом все что мы не озвучили все что мы не успели проговорить я предлагаю активно писать в чат активист писать нам с Мухтаром писать в фейсбук телеграмм и так далее и мы все эти вопросы поднимем далее в следующих эфирах а следующий эфир у нас будет в понедельник в это же время в 8 часов вечера по Алматыри я с вами прощаюсь и приключаю Мухтаром да у меня тоже все спасибо за эфир уважаемые друзья мы ждем от вас комментариев замечаний предложений я обращаюсь пользуюсь случаем к автомобилистам чтобы нам вы помогли своим активным участием мы понимаем что власть будет препятствовать организации митинга на Аблайхана Тулиби мы обращаемся к вам с просьбой чтобы вы нам помогли именно как автомобилисты замедлили ход движения своей машины и все эти улицы будут заблокированы полиция будет парализована она будет лишена возможности кого-либо задержанных увозить полицейский участок и мы добьемся чтобы эти полицейские открыли свои автобусы их выпустили вам уважаемые автомобилисты здесь вот на вас лежит важная роль и вы здесь на самом деле защищены вы просто снижаете скорость это автоматически приводит к формированию пробкам и заторам этих ключевых улиц это эти улицы становятся фактически пешеходными тысячи людей просто вливаются в ряды протестующих мы специально эту модель с вами открыто обсуждаем чтобы вы сами убедились в реальности того что мы озвучиваем во-первых во-вторых что вы для себя приняли решение еще есть две недели и в течение двух недель вы можете принять решение быть участниками этого процесса или стоять в стороне на сегодня у нас все Салонсдор до свидания салонсдор